Здравствуйте, с вами Алиан Талаш, управляющий партнер компании «Роско Консалтинга Аудит». В феврале этого года президентом России был подписан закон, который оговаривают новые случаи, когда можно конфисковать имущество гражданина Российской Федерации. К перечню уже описанных причин для конфискации были добавлены еще две – призывы к деятельности, направленные против безопасности государства и фейки об армии. Закон был принят и уже вступил в силу в конце февраля 2024 года. Поэтому очень важно ознакомиться с актуальными законодательными нормами и изменениями. Разбираемся в нюансах нового российского закона. Что такое конфискация и когда она применяется? Под конфискацией действующее российское законодательство понимает принудительное изъятие какого-либо имущества у гражданина в пользу государства. Но конфисковать что-либо можно только на основании вступившего в силу обвинительного приговора суда. До февраля этого года конфисковать можно было только следующие категории имущества в соответствующих случаях. Денежные средства, различные ценности и другое имущество, которое было получено в результате совершения некоторых преступлений, например, при получении взятки или при подделке цены бумаг. Те же имущественные категории, которые использовались для финансирования преступности, например, незаконных формирований, террористических или преступных сообществ и т.д. Транспортные средства, которые использовались для совершения преступлений по некоторым статьям Уголовного кодекса. Различные орудия, которые использовались для совершения преступлений. Иными словами, конфисковать можно было только то имущество, которое было получено в результате определенных преступных действий или которое использовалось для совершения правонарушений. В некоторых случаях можно было изъять другое имущество на ту же сумму, если по каким-то причинам нельзя было конфисковать именно те средства, которые использовались для совершения преступлений. Кстати, подробно о наказаниях за фейки об армии вы можете узнать в этом видео. Существующие законодательные нормы в основном не претерпели существенных изменений. Однако к ним были добавлены новые положения. Список преступлений, предполагающий конфискацию, был расширен на несколько позиций. Теперь имущество смогут конфисковать еще и за следующее правонарушение. Важное условие. Изъять имущество в обеих этих случаях можно только, если будет доказано, что преступление было совершено ради получения материальной выгоды, то есть из корыстных побуждений. А вы знали об этом? Если нет, тогда быстрее подписывайтесь на наш канал. Каждый день вас ждут свежие видео с важнейшей информацией для бизнеса и не только. Не пропустите ничего важного, жмите на кнопку подписки прямо сейчас. Кроме того, теперь можно конфисковать вещи или средства, которые использовались для деятельности, направленной на нарушение безопасности России, либо которые предполагалось использовать для подобной деятельности. Сюда относится невыполнение приказа по воинской службе, участие в деятельности нежелательной организации диверсии, подготовка к диверсии или дезертирство. Полный список преступлений, за которым может грозить конфискация, можно найти в статье 104.1 Уголовного кодекса. Еще одно важное изменение было расширено статья 280.4 Уголовного кодекса, который определяет наказание за публичные призывы к действенности, направленной против безопасности страны. В нее были добавлены новые квалифицирующие признаки. Например, наказание могут ужесточить, если будет доказано, что преступление было совершено из корыстных побуждений, либо по мотивам ненависти или вражды по отношению к определенной социальной группе. Столкнулись с юридическими трудностями? Не знаете, как правильно оформить документы, разрешить споры или защитить свои права? Не стоит беспокоиться в одиночку. Мы предлагаем профессиональные юридические консультации, которые помогут вам сориентироваться в сложных правовых вопросах. Наши опытные специалисты предоставят вам четкие и действенные советы, разработают стратегию защиты и поддержат на каждом этапе решение вашей проблемы. Просто позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через удобную форму обратной связи. Не упустите шанс сэкономить. Используйте промокод YouTube ROSCO и получите скидку 15% на наши услуги. Вся необходимая контактная информация находится в описании к этому видео. Не откладывайте. Действуйте прямо сейчас. Закон не предполагает точного перечня имущества, которое могут конфисковать. В каждом конкретном случае суд принимает решение в индивидуальном порядке. Однако, исходя из действующей судебной практики и формулировок нового закона, можно предположить, что именно смогут изымать. Самое главное требуется сначала подтвердить, что конфискуемое имущество было связано с совершенным преступлением. Например, изъять могут технику, смартфон или компьютер, если будет доказано, что она использовалась для совершения преступления, в публичных призывах к экстремизму, терроризму и т.д. Также могут конфисковать денежные средства, полученные в качестве гонорара за какое-либо выступление, в котором содержались незаконные призывы. Если преступникам было получено денежное вознаграждение, конфисковать могут его как средства, полученные в результате совершения преступления. Как происходит конфискация То имущество будет изъято в пользу государства, то есть передано уполномоченным органам для его обращения в госдоход. Однако, если причин для изъятия обнаружено не было, то вещи и средства могут быть возвращены их владельцу после окончания судебного процесса. То же самое касается случаев, когда был вынесен оправдательный приговор. А о том, что такое солидарная и субсидиарная ответственность, мы рассказывали в этом видео. Чего еще могут лишить? Новый закон предполагает не только конфискацию денежных средств и прочего имущества, но еще и лишение преступника некоторых званий, чинов и наград за совершение некоторых преступлений. К таким относятся, например, публичные призывы к нарушению театриальной целостности, дискриминация российской армии, побуждение к введению международных санкций, реабилитация нацизма и т.д. Эти изменения были внесены в статью 48 Уголовного кодекса. При этом нельзя лишить человека ни государственной награды или звания, которые относятся к его квалификации, например, звания доктора наук. На этом все. Хотели знать больше? Плейлист юридические услуги «Ваш гид в мире права». Получите квалифицированную помощь и разберитесь в правовых вопросах быстро и легко. И большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Есть вопросы? Не откладывайте. Пишите их прямо сейчас в комментариях. И наши юристы из компании Роско ответят вам совершенно бесплатно. И, конечно же, не забудьте подписаться на наш канал. Будь в курсе. Бусь Роско. Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...